Мы благодарим Господа за этот хор прекрасный, который ведет нас в поклонение Богу, ведет нас туда, где мы можем соединиться с Господом, Духом Святым. Аллилуйя! Меня зовут Рустам, я приехал из Киева, я ваш брат. Слава Богу! Я очень рад, что Бог позволил мне через ваших братьев сегодня быть здесь и служить вам. Я воздаю славу Богу и мое почтение братьям. Слава Господу! Я очень благодарен Богу, что на сегодняшний день уже нет таких сильных преград к тому, чтобы из Киева буквально там за 15-20 часов добраться до вас. Я живу в Киеве, пастырь церкви Скиния. Служу там, где пустят, там и служу. В основном мы трудимся с людьми, которые зависимы от наркотиков, в тюрьмах, но там, где пускают, там и служим. Бывает и власть имеющим, и другим. Где не побьют, то хорошо. Слава Богу! Я передаю вам привет с Украины и от нашего старшего епископа Михаила Степановича Паночко, от ассоциации христианских реабилитационных центров, которые я возглавляю, от тюремного служения. Но все благословляли меня, когда я ехал, передавали вам огромный привет и благословение. Они рады, что вы здесь ищете Господа. Я хочу вам сказать, сейчас приходит такое время, когда молодежь, я очень рад этому, когда молодежь начинает искать Бога. Когда их уже не интересует, как брат проповедовал, или интересует, но не настолько сильно, то, что может дать египетские временные наслаждения. Когда их не интересует семья фараона и этот мир, но они жаждут Бога, они хотят найти Господа. И сегодняшний ваш такой девиз или место из Писания «Побеждающий наследует все». Что означает «Побеждающий»? Братья, кто-то побеждает. Что это значит, хор? Дорогие мои, что означает «Побеждающий»? Это означает, что было сражение. Не бывает победы без сражения. Ее просто не существует. Ты не можешь победить без сражения. И знаете, к сожалению, сегодня многие учат так, что тебе не надо ничего делать, тебе не надо сражаться. Иисус все для тебя сделал. И я верю всем сердцем, что спасение... Ты ничего не можешь сделать, и я для того, чтобы мы обрели спасение. Иисус все сделал. Но моя Библия учит меня, что мне нужно совершать мое спасение со страхом и трепетом. Моя Библия учит меня о том, что есть сражение. Апостол Павел пишет к Ефесянам, что наша война... Он говорит о войне, он говорит о сражении. Наша война не против плоти и крови. Значит, она есть. Иоанн в Откровении, последняя книга Библии, он говорит, семи церквям одно и то же слово. Побеждающий, побеждающий, побеждающий. Я хочу сказать вам, вы знаете, нам не нужно ждать какого-то последнего сражения или последней битвы. Многие присутствующие здесь находятся в сражении. Кто-то сидит рядом с тобой. Он поет песни, он поднимает руки. Кто-то находится в хоре. Он прославляет Господа. Кто-то из братьев. Мы сидим все вместе. И никто не видит, что этот человек находится в сильнейшем сражении. И некоторые из присутствующих здесь, вы уже готовы перестать сражаться. Вы находитесь посреди битвы. Вы не понимаете, что происходит. Вы уверовали в Бога. Вы пошли за Ним. Вы отвергли себя. Но натиск все сильнее и сильнее. Кто-то меня понимает здесь или нет? Натиск все сильнее и сильнее. Что делать? Как быть? Как можно одержать победу? И Библия говорит, нет другого оружия. Иоанн написал нам послание Иоанна. Сегодня, брат, я благодарен Господу. Он был как предтеча и приготовил путь к моей проповеди, моему служению. Он говорил те места, о которых я хотел говорить. Но слава Богу, когда мы находимся в церкви, где действует Дух Святой. Аллилуйя! И сегодня Бог будет продолжать говорить к тебе. Если ты внимателен, ты услышишь Его. А я уверен, что те, кто пришел сегодня в это утро, вам действительно нужно слово от Бога. Потому что, как брат говорил, в это утро можно было пойти, обычно на вечер хорошо прийти на служение, а утречком пойти погулять, чего-нибудь там сделать. Но если вы здесь сегодня, вы нуждаетесь в слове от Господа. Вы жаждете Бога, и Бог не оставит вас без Своего Слова. Ты можешь уже прославлять Его. Ты можешь уже благодарить Его в своем сердце. Потому что Бог проговорит к тебе. Бог заговорит своим сердцем. Возможно, не так, как ты этого ждешь. Возможно, это будет не то слово, которое ты ждешь. Но я уверен, оно принесет тебе силу, поддержку, исцеление. Аллилуйя! Итак, как можно выиграть в сражении? Как можно победить? Что нужно для этого сделать? Иоанн написал нам, «Сияясь победа, победившая мир, вера ваша». И я хотел бы немного говорить с вами о вере. Потому что без веры нам не победить этот мир. И первое, на что я хотел бы обратить наше внимание, речь идет о нашей вере. Послушай, мы с тобой никогда не победим чьей-то верой. Верой пастыря, верой родителей, верой бабки Лаиды или матери Евники. Эта вера хорошо, когда она есть. Когда она есть у родителей, когда она есть у пастыря, когда она есть в церкви, у братьев и сестер, когда она есть у бабки, когда она есть у матери. Но эта вера должна стать твоей и моей верой. Апостол Павел написал Тимофею, «Я уверен, что она в тебе. Она должна быть внутри тебя. Иначе мы не выиграем. Иначе мы не одержим победу». И я верю, пришло время сегодня для некоторых из присутствующих здесь, чтобы вы сказали, «Не Бог моих отцов, не Бог моего пастыря, не Бог моей матери, не Бог моей бабушки, а Мой Бог». Пришло время, когда ты скажешь, «Это Мой Бог». Я хочу знать Тебя, Господь. Я хочу иметь Мою веру. Потому что Писание говорит, через Аввакума Бог сказал, «Праведный будет жить своей верою, своей верою». И вот вопрос. Сегодня мы можем говорить, «О, у нас в церкви, у нашего пастыря есть вера. О, у моего дедушки, он сидел в тюрьме, у него есть вера. О, у моей матери, она выстояла, она была вдовой, и она вырастила нас, есть вера. И мы прославляем Бога за тех, кто выстоял. Но сегодня вопрос к Тебе и ко мне. У Тебя есть Твоя вера. Она в Тебе есть. Она есть во мне. Потому что только верой мы можем одержать победу. Только верой, если мы движемся в вере, о нас можно будет сказать, Он победил и наследовал все. Аллилуйя! Что же такое вера? Знаете, о вере можно говорить очень много. И сегодня я вспоминал, когда мы говорили о сражении, вообще эта тема мне очень нравится, я очень люблю побеждающие, сражение. Я мог бы говорить об этом очень много, но за недостатком времени я хотел бы обратить наше внимание. Я молился Господу, что самое важное в начале, я могу сказать. Дальше, братья, сегодня вечером, прекрасные братья. Я посмотрел на эту фотографию, где я стою вместе с ними. Василий Попирник, аллилуйя, он будет завтра служить. Хвала Господу. Джордж Давидюк, Пекун. Я там прямо так себя почувствовал, думаю, я среди этих братьев. Слава Господу. Но сегодня в начале, с чего мы можем начать? Я верю, что Бог будет использовать братьев и говорить. Но с чего мы можем начать? И Бог просто напомнил мне одну историю из моей жизни. Когда-то я первый раз молился за одержимого человека. Это было много лет назад. Этот человек был чемпион мира по борьбе. Преступник очень сильный. Он пришел ко мне домой, я раньше его знал. Я начал проповедовать ему Евангелие, начал за него молиться. И дьявол начал проявляться через него. Ну и что мне нужно было делать? Я начал сражаться. Я приказывал выйти этому дьяволу, этому демону во имя Иисуса Христа. Я сражался где-то час, я измучил его, измучил себя. И мне пришла мысль. Пастырь живет через дорогу. Иди к пастырю, чтобы он помолился за него. И будет хорошо. Я останавливаю молитву и говорю, стой. Сейчас мы пойдем к моему пастырю. Пастырь помолится за тебя, и все будет хорошо. Окей, давай. И мы пошли. Это было уже 10 часов вечера. Я пришел к пастырю, он должен был быть дома. Я начал звонить ему, но никто не открыл двери. Я на себе почувствовал такой натиск демонических сил. Такой позор. Такое посрамление. Я просто почувствовал физически, как весь ад смеется надо мной. Этот человек тоже рассмеялся и ушел. Ничего не получилось. Ничего не вышло. Я пришел домой в сильнейшем шоке, в трансе. Я начал молиться Богу. Господь, что такое? В чем дело? Я не мог уснуть. Я чувствовал на себе сильнейший прессинг. Я крепко-крепко молился Богу. Это было несколько часов. Уже была глубокая ночь. Я не мог выйти из этого состояния. И тогда Бог показал мне видение. Огромное поле. Огромное поле. И на этом поле множество воинов. И эти воины. Светит солнце. Зеленая трава. И эти воины. Они расположились на отдыхе. Кто-то положил в сторону щит. Кто-то меч. Кто-то снял сандалии. Сняли шлем. Всю эту броню, которая была на них. И все так было красиво и хорошо. И вдруг. Просто такой раздался звук трубы. Сильнейший звук трубы. Я увидел черная туча, которая надвигается на это поле. И потом, когда эта туча приблизилась, я увидел, что это стрелы. Это была туча из стрел. И эти воины. Они начали хватать. Кто обувь. Кто меч. И они были ранены. Кто-то был поражаем. Кто-то хватался за шлем, чтобы успеть его одеть. Но они были поражаемы. И только те, кто хватался за щит, они смогли закрыться. Щит веры. Есть разные типы сражений. Есть ближний бой. А есть дальний бой. И если сдалека летят стрелы, ты не можешь ничего делать мечом. Ты не можешь. Тебе не надо одевать сандалии и идти благовествовать. Тебе не надо что-то там делать. Тебе надо взять щит и поднять его и закрыться. Потому что только им, щитом веры, мы сможем угасить все раскаленные стрелы лукавого. Возможно, ты сегодня посреди битвы. Возможно, ты уже не можешь сражаться. Возможно, ты хочешь опустить свои руки. Я скажу тебе, возьми свой щит. Просто подними его. Воззови к Богу, чтобы он помог поднять твой щит, чтобы защититься от первого удара. И знаете, Писание говорит во время сражения, что нам важно сделать. Апостол Павел написал к Ефесянам, для сего примите все оружие Божье, чтобы вы могли противостать против всех козней дьявольских и все преодолевшие устоять. Что важно для нас, когда мы находимся в битве, когда мы находимся в сражении, когда мы устаем сражаться. Послушай, самое важное для нас сегодня – устоять. Тебе нужно устоять. Ты чувствуешь, что силы настолько сильно эти напирают на тебя, что еще немного, и тебя свалят с ног. Еще немного, и ты не удержишься. Послушай, послушай, Бог на твоей стороне. Нам нужно устоять. И устоять мы сможем только в вере. Только тогда, когда мы верим. Кто-нибудь может сказать аминь на это? Только тогда, когда мы верим. Итак, с чего начинается вера? Про веру очень много рассказывают. Сегодня книжек про веру сколько угодно. Заходи в интернет про веру. Всей жизни не хватит, чтобы тебе все прочитать, что говорят про веру. Знаете, прекрасное место, которое зачитывал мой брат – это 11 глава Еврея. Там очень хорошо описывается вера. И в нашей церкви, Скиния, мы говорим о вере, об 11 главе Евреям уже полтора года. Мы не можем выбраться из этой 11 главы Евреям уже полтора года. И все новые и новые грани открывает Бог. Все новые и новые грани веры. Но сегодня, так как это начало, я хотел бы поговорить с вами, с чего начинается вера. И знаете, Библия говорит, 11 глава Евреям, что вера осуществления ожидаемого, вы знаете, сегодня зачитывалось этого места. Второй, третий стих, что верою мы познаем. И вот четвертый стих – начало веры. И Писание говорит, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Итак, с чего начинается вера? Вера начинается с нашей жертвы. Дорогой мой брат, сестра, я хочу сказать тебе, что если ты не научился жертвовать, то о вере не о чем разговаривать. Нет смысла говорить про веру. И когда брат говорил, может быть, доллар ты положишь в эту корзину, но нет, брат, как это доллар? Это позор! Может быть, вы не пригласите меня больше, и вы думаете, я буду говорить про пожертвование? Нет. Но я хочу сказать, это позор. Когда рассказывают анекдоты, и говорят, встречается доллар и сто долларов. Вы знаете эту притчу. И говорят, сто долларов, ты где бываешь? О, я в казино, я в Нордструмрек, я там, я там. А доллар спрашивают, ты где бываешь? А я все в церкви бываю. Все в церкви нахожусь. Братья и сестры, позор нам. И нет у нас веры, если мы не научились жертвовать. Вера начинается с жертвы. Писание так говорит. «Верою Авель принес жертву». И вера – это лучшая жертва. Давайте мы немного туда сойдем в историю и посмотрим на этих двух людей, Каина и Авеля, которые приносили Богу жертву. Это описано в книге «Бытие». Стоят два брата. Или точнее, они приходят пред Господом. Вы помните, что принес Каин в жертву? «Первородное от плодов земли – дело своих рук». И Авель принес первородное от стада овец. И Писание говорит. «И призрел Бог на жертву Авеля, а на Каина не призрел». Скажите мне искренне, вам никогда не казалось странным, почему Бог не призрел на жертву Каина? Кому-нибудь показалось это странным? А кто-нибудь когда-нибудь думал, что это не совсем справедливо? Что Бог поступил не совсем справедливо? Ведь Каин, он не был в блуде, он не был наркоманом, он не был каким-то разбойником, убийцей. Он ничего такого, он не идолов каких-то принес, он принес первородное от стада овец, от плодов земли. Что плохого он сделал? Бог, почему ты не призрел на его жертву, а на Авеля призрел? Я знаю, что на эту тему есть много проповедей, но я хочу вам сказать, вот одну сторону показать. Вы знаете, Богу нужна та жертва, которую Он признает за жертву. Послушайте внимательно. Богу нужна та жертва, которую Он признает за жертву. Я попробую привести такую иллюстрацию. Я не очень люблю сало. Не очень люблю. Это не значит, что меня не надо приглашать домой и угостить беконом. Это нормально. Но вот в чистом виде, может быть, вы обидитесь на меня многие, но я ничего не имею против сала. Я уже христианин и верующий, но я не очень его люблю. И вот представьте себе, моя жена проснулась рано утром, в пять утра. Представьте себе, что это зима, холодно идет, снег. И она выходит и идет на базар. Она приходит на рынок, туда идти минут двадцать от нашего дома. Она приходит на рынок, самое утро. Она находит самый хороший кусочек сала. Она покупает его за свои деньги. Знаете, что у сестер есть свои деньги? Мужья, вы знаете это? Что у них всегда есть свои деньги. Они где-то находятся в том потаенном месте, которое мы всегда хотим разузнать. И не всегда у нас это получается. И так она покупает это за свои деньги. Она приходит домой, а я все еще сплю. Она начинает готовить. Она делает прекрасное рагу с зажаркой, со шкварками. Знаете, когда я рассказывал этот пример, в нашей церкви у нас есть брат, который так захватился, он очень любит сало, он так захватился, что у него прямо слюньки потекли по лицу. Но я не про это. Я сейчас не про кулинарию. И так она приготовила все это. Я все еще сплю, уже 9 часов, а может быть даже 9.30. Обычно я не сплю так долго, но в этот раз я сплю. И вот она приходит и в постель приносит мне огромную тарелку. Подносит мне поднос и говорит, «Дорогой, кушай!» И я просыпаюсь от этого запаха, который бьет мне в нос. И что-то внутри меня начинает происходить. Какие-то странные процессы. Мне хочется вышвырнуть эту тарелку, потому что мне не нравится. Я не люблю это. Скажите, пожалуйста, принесла ли жертву моя жена, поступив таким образом? Конечно. Первая жертва – это проснуться, замерзнуть. Вторая. Третья – пойти на базар. Четвертая – за свои деньги. Пятая – вернуться назад. Шестая – приготовить все в течение двух часов. Седьмая – прийти и принести мне это в постель. И в общем, можно перечислять. Это была жертва. Но угодила ли она мне? Нет. Она не угодила мне, потому что я это не люблю. Почему Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин? Что плохого сделал Каин? Он вырастил. Некоторые думают, что Бог вегетарианец, и он не любит овощи. Ничего подобного. Или наоборот. Здесь дело было не в овощах. Дело было в чем-то другом. Вопрос был не в том, сколько они трудились, и что они, и как они это, или с чем они предстали. Вопрос – что Бог хотел видеть. Как вы думаете, Каин и Авель, они были сыновья Адама и Евы. Давайте мы вернемся немножко еще назад. Откуда появился Агнец? Послушайте. Адам и Ева, находясь в Эдемском саду, они согрешили. Они согрешили пред Богом. Они, когда они приступили Его повеление, они закрылись этими фиговыми листами. Порой мы делаем такие глупости, совершив какой-то грех, или живя вне Бога. Мы пытаемся цеплять на себя эти фиговые листы. И я помню свою жизнь, когда я пытался цеплять на себя эти фиговые листы, но знай, вне Бога, ты всегда будешь чувствовать себя обнаженным. Твоя душа всегда будет обнажена. Я помню, как я искал быть сильным и цеплял один фиговый лист, но внутри я стал, хорошо научился драться и был в сборной Украины по карате, но я не прикрыл себя. Моя душа была оголена. Я думал, вот, если у меня будет денег много, если я смогу заработать, у меня были большие деньги. Сотни тысяч долларов в 90-х годах это были большие деньги. Это был еще один фиговый лист, который я прикрепил на себя, но внутри я чувствовал, я понимал, я обнажен. О, потом быть руководителем преступной группы, потом еще что-то, потом наркотики, потом развлечения и так дальше. И каждый фиговый лист. И ты думаешь, ты тратишь на это время, и ты думаешь, это защитит тебя, но ничто из этого не защитит тебя. Здесь есть люди, которые думают, что если они разбогатеют, если они станут богатыми, если они добьются признания в жизни, это защитит их. Я желаю вам, чтобы вы все были богаче, чем вы есть сегодня, хотя бы в два раза. никто не хочет. Могли бы сказать, аминь, брат. Ну, как хотите. Я желаю, а вы как хотите. Это ваше дело. Но знай, насколько бы ты не стал богатым, это не закроет тебя. Это не покроет тебя. Все это будут просто фиговые листы. Кто-то из вас стремится и хочет добиться чего-то, стать уже руководителем молодежи и думает, мне пора, а кто-то думает, мне уже пора пастырем быть, а кто-то мне пора дьяконом быть. Хорошее стремление. Но позволь богу тебя поднять. Не лезь сам. Это будет тоже фиговый лист, который не закроет тебя. Он не покроет тебя. Он не закроет твою внутренность. И так, Адам и Ева, они сделали себе вот эти вот фиговые листы. А что означает фиговый лист? Ничего. Ничего нет. И когда пришел бог и увидел их в таком состоянии, помните, что он сделал? После того, как он уже сказал им в их жизнь то, что они посеяли, что они пожнут. Вы помните, что сделал бог? Писание говорит, он сшил им одежды кожаные. Он покрыл их. Скажите, пожалуйста, откуда взялась кожа? Как вы думаете? Откуда она могла взяться? Конечно, вы скажете, Бог может все, да, может все. Но читая этот текст, мы смотрим, откуда могла взяться кожа. Должна была быть пролита кровь. И, скорее всего, это была первая жертва за грех человека, невинного животного, когда Бог мог пошить им одежды кожаные и покрыть их. Как вы думаете, Каин и Авель говорили об этом со своим отцом и матерью? Я убежден, что да. Воспоминания о рае, о присутствии Бога были настолько свежи. И Авель, услышав это, понял, это та жертва, которую Бог принимает. И тогда он взял первородное от стада овец. Он принес ту жертву, которая угодна Богу. Сегодня мы тратим очень много усилий. Мы можем, подобно Каину, стратить много усилий, делать много каких-то разных вещей и этим самым попытаться угодить Богу. Но я хочу сказать вам, Бог ничего не примет, кроме той жертвы, которую Он назначил сам. Аллилуйя! И в наше время это жертва Его единственного Сына, жертва Иисуса Христа. Хвала Богу! Нет ничего другого, с чем мы могли бы прийти. Нет ничего. Мы можем очень много делать всяких дел и нам нужно делать много всяких дел, но нет ничего, с чем мы могли бы прийти пред Господом, кроме жертвы Его Сына Иисуса Христа. Это та жертва, которую принимает Бог. Знаете, удивительно, как получается в наше время, если мы посмотрим дальше на этих двух братьев, и когда Бог призрел на жертву Авеля, а на Каина не призрел, что сделал Каин? Он принес еще одну жертву. Помните, он встретил своего брата в поле и убил его. как трагично, когда мы смотрим, я хочу говорить с вами искренне, со всеми, когда мы смотрим, что кого-то Бог благословляет больше, чем тебя, когда мы видим, что рядом появляется кто-то, и он не такой, как ты, тебе по праву, ты старший, тебе принадлежит право старшего, Бог должен обратить внимание на тебя, ты много трудился, ты что-то делал, и вдруг рядом появляется кто-то, кто младше тебя, кто по твоему пониманию не достоин, и он приносит жертву, и Бог презирает на его. Я иногда смотрю у нас в церкви, приходят ребята, бывшие наркоманы, такие себе, знаете, еле-еле еще отставшие от заблуждения, и они начинают радоваться, они радуются, поднимают руки пред Богом, и я смотрю, Бог их благословляет. Послушайте, я пастырь, я уже 15 или 16 лет верующий, я через многое прошел, я многое для Бога сделал, Бог, почему ты презираешь на его жертву, а не на мою? Послушай, это не твое дело. Есть вещи, на которые Бог не должен давать нам объяснение, братья, потому что Он царь. Послушайте, есть вещи, у меня столько вопросов к Богу, я задаю ему эти вопросы, а Бог молчит, кто-то меня понимает здесь? И я начинаю сердиться на Бога, почему ты молчишь? Но стойте, я читаю Писание, Бог самодостаточный Бог, Бог не нуждается во мне, это заблуждение, когда мы думаем, что Бог в нас нуждается, ничего подобного, мы нуждаемся в Нем, мы ожидаем милости от Него, и Он ужасающий, великий Бог, самодостаточный, и Он открывал Себя, не как даже Бог Моисея, Он сказал, я есть сущий, я самосуществующий, я ни от кого не завишу, Моисей, и от тебя никогда не буду зависеть, и от тебя, Рустам, никогда не буду зависеть, и если я захочу промолчать, я буду молчать, а все, что нужно сделать тебе, это просто смириться предо мной, и сказать, ты Бог, ты имеешь полное право на все, и если Бог тебя не исцеляет, я хочу тебе сказать, Он имеет на это полное право, Он исцеляющий Бог, и порой мы слышим эти новые проповеди, которые говорят нам, о, Бог все для тебя сделает, ничего подобного, о, Бог, там он тебя, с тебя пылинка не упадет, да ничего подобного, ты можешь быть в сражении, ты можешь сражаться, ты можешь молиться, и тебя могут убить, чем мы лучше тех первых христиан, которые умирали за имя Господа в амфитеатрах, которые видели, как их детей разрывают, разве они не молились своему Богу, чтобы Он защитил их? Чем мы лучше тех последних христиан, которые были убиены за Слово Божье, были обезглавлены, мы читаем это в Откровении, разве они не молились Богу, чтобы Бог защитил их? Послушайте, Бог видит по-другому, чем мы, мы сильно материальны, и наше благословение заключает, не ваше, вы духовное, я про себя, я про себя, мое благословение заключается в том, чтобы исцелилась моя дочь, чтобы у меня были финансы, чтобы у меня было где жить, чтобы у меня была машина, о, Бог меня благословил, Аллилуйя! Но Бог видит наше благословение по-другому, как Моисей, Он взирал на воздаяние, Он смотрел туда вдаль, и послушай, конечный результат нашей веры, или благословлены мы были Богом, или нет, это мы увидим тогда, когда мы предстанем пред Господом, потому что, когда мы исследуем книгу евреям, там многие получали, они побеждали царство, они избегали острия меча, они получали умерших мужей воскресшими, так прекрасно! Но потом написано дальше, иные же замучены были, не получив освобождения, иные умирали от меча, удивительная вещь вера, ты верой можешь избегать острия меча, и верой можешь умирать от меча, вера не заключается только в земном избавлении. Итак, когда мы стоим пред Господом, и Бог начинает благословлять кого-то больше, чем меня, а я старше, по моему пониманию, я больше этого заслуживаю, давайте мы возьмем себе за правила и за закон, не убивать наших братьев. Кто-нибудь понимает меня здесь или нет? Не убивать. Что сделал бы правильного? Что сделал бы? Кто-то понимает, о чем я говорю? Убивать. Всякие ненавидящие брата своего есть человека-убийца. И когда я смотрю на моего брата, которого Бог благословляет больше, чем меня, я рассказываю сейчас про себя. А вы слушайте голос Духа Святого. И когда я вижу, что его Бог благословляет больше, чем меня, конечно, я не достану пистолет и не выстрелю в него. Но если в моем сердце появляется горькая зависть, и в моем сердце появляется, да что, Бог должен его благословлять? Да он же не так это делает, как я привык. Да он же не так делает, как правильно мы научились. Послушай, не спеши. Не спеши. Я думаю, как было бы прекрасно, если бы Каин, когда увидел, что Бог презрел на жертву его брата, если бы он сказал, слушай, как хорошо, слава тебе, Господи, Бог благословил тебя. Слушай, я принесу свои овощи. Давай сделаем рагу. Зажарим ягненка, добавим туда картошечки немножко, там чего-то еще. Давай вместе порадуемся. О мой Бог, даруй нам благодать так поступать. Кто-нибудь скажет аминь на это? И смотрите, какую жертву принимает Бог в Новом Завете? Как мы можем выстоять, получив веру? Писание говорит, 50-й Псалом, Давид говорит такие слова, ибо жертвы ты не желаешь, всесожжению не благоволишь. Я отдал бы ее. У меня есть. У меня есть. И мы помним, когда Давид жертвовал, он не доллар жертвовал, и не динарий жертвовал. Он сказал, я по любви моей к дому Бога моего заготовил. И когда считают, что он заготовил по своей скудости, это было десятки миллиардов долларов. И он сказал, я все это отдаю моему Богу. Он знал, что значит жертвовать. Он понимал, что это такое. Но когда в 50-м Псалме он молился, он сказал, Бог, ты этого всего не желаешь. И если мы думаем с вами, что Бог нуждается в наших 20-ти долларах, я уже не говорю про один, или в 100, мы глубоко ошибаемся. Бога все, все принадлежит ему. И даже мы с тобой, с нашими несчастными 20-ю долларами, мы принадлежим ему. И все, что у нас есть, это от его руки. Давид это понял, и он говорит, ты не желаешь, всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный. Сердца смиренного и сокрушенного ты не презришь, Боже. Послушайте, не важно форма жертвы, важно ее содержание. Послушайте, не важно форма жертвы, важно ее содержание. Я могу прийти с самым благочестивым видом пред Господом. Вы увидите меня, и вы посмотрите и скажете, о, это настоящий святой. Я могу стоять и даже плакать. Но никто не видит моего сердца и не знает его, кроме Бога и меня. И в моем сердце может быть зависть, в моем сердце может быть ненависть, в моем сердце может быть осуждение. Как вы думаете, примет ли Бог такую жертву? Никогда. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердца смиренного и сокрушенного ты не презришь, Боже. Многие из присутствующих здесь, вы находитесь в сражении, вы в борьбе. Вы делились этим с людьми, но некоторые из них даже не поняли вас, что вы переживаете, что внутри вас находится. Не удивляйтесь. Иисус, когда был в Гефсиманском саду, Он был в сильнейшей борьбе и в сильнейшем сражении. И Он просил учеников, пободствуйте со Мною один час. Душа моя скорбит смертельно. Писание говорит, Он начал ужасаться и тосковать. Если возможно, да минует Меня чаша сия. Ученики поняли Его. Нет. Они заснули от печали. Может быть, такой момент, когда никто не понимает тебя. Ты сам не понимаешь, что происходит с твоей жизнью. Почему ты сегодня находишься здесь? И натиск настолько велик и настолько силен, что ты думаешь, я не устаю. Я не устаю. Еще немного, и я упаду. Недавно ко мне в церкви подошла одна сестра. Это молодая семья. Когда мы говорили о том, что нам нужно устоять, она подошла ко мне. Удивительно, это прекрасная семья, молодая семья. Она подошла ко мне и говорит, я чувствую, я не устаю. Я хочу развестись со своим мужем. Я даже подумываю о блуде, чтобы было. Я не... У меня никого нет. Я никого и не нашла. Но я так больше не могу. Вы знаете, мы порой прикрываем наше христианство. Мы говорим, нас это не касается. Но статистика показывает, что нас это касается. И эта беда уже проникает в церковь. И дьяволу удается расшатать эти устои, эти основы истины. Дьяволу удается заставить нас опустить это знамя, которое нам нужно поднять. Бывают моменты в жизни. Он не изменял ей. И таких случаев очень-очень много. Служители об этом знают. Послушай, наше с тобой дело. Устоять. Как мы можем устоять? Если у нас не будет веры, мы не устоим. Где рождается вера? Она рождается в жертве. В какой жертве? Дух сокрушенный и смиренный. Писание говорит нам. Яков написал. Посмотрите. Он говорит такие слова. Четвертая глава Якова. Итак, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники. Исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь. Плачьте. Рыдайте. Я задаю вопрос себе, церкви, христианам последнего времени. Где плач? Где скорбь? Где сокрушение? Последнее время ты смотришь, слушаешь проповеди и видишь, о, христианство, это такой, себе такая прогулочка. О, пришли. Покаяние, руки в карманы, жувачку жую. О, Господь, прости меня. Где ты прочитал? Кто научил тебя о таком покаянии? Где ты читал в Библии, что так можно каяться? Покаяние это не руки в карманах и не жвачка во рту. Покаяние это не улыбка. Покаяние это крик сердца. Это сокрушение пред Богом о своих грехах. Это сокрушение. Господь, я предал тебя, я поступил неправильно. Пока мы не смиримся, пока мы не поймем, что наша победа, наша вера рождается в смиренном сердце, в жертве сокрушенного духа, мы всегда будем падать и всегда будем выходить сюда, наперед, и будем жить от конференции до конференции, от призыва до призыва. Побежал наперед, покаялся, помолились, убежал и снова живешь так же. Это не покаяние. Мои возлюбленные, это не покаяние. Как бы я молил Бога, чтобы сегодня кто-то здесь, хотя бы один человек, но я верю, их будет больше, принесут Богу сокрушение сердца. Не просто Господь, я сделал неправильно, а сокрушение сердца, сокрушение перед Господом. Смиритесь пред Богом и вознесет вас. И если ты думаешь в битве, что враг толкнул тебя, и ты уже падаешь, ты уже летишь, ты уже упал, и он сел на тебя, знает, что тебе нужно сделать. Я занимался боевыми видами спорта, и я скажу вам, есть такой боевой вид спорта, который называется бразильское джио-джитсу. И знаете, самое лучшее положение, какое для человека, который занимается этим видом спорта в борьбе, когда он лежит, а противник сидит на нем. Это самое лучшее положение для человека, который занимается этой борьбой, потому что оттуда, снизу, он всегда одерживает победу. Даже если ты упал, даже если ты лежишь, даже если противник уже на тебе, смирись пред Господом. Смирись пред Господом, не махай ты руками, не пытайся вылезти, у тебя ничего не получится, просто смирись пред Богом, и Бог поднимет тебя. Какого бы веса не был твой противник, как бы сильно он не связал тебя, как бы сильно он не пытался обвязать тебя, Бог поднимет тебя, и ты восторжествуешь, Аллилуйя. Но есть только один путь в этом случае, это глубоко смириться пред Богом. Знаете, много раз я находился в таком положении, уже после моего уверования, когда мне казалось, я не устаю, когда мне казалось, все, мне здесь не выстоять, мне тут не устоять, я не справлюсь, мой Бог, у меня не получится, но я все еще стою здесь перед вами. Знаете, почему? Не потому, что я умный, не потому, что я мудрый, потому, что Бог показал мне один секрет. Я встретил здесь пастыря из Киргизии, Александра, я очень рад его видеть, удивительно, где можно встретиться. И я вспомнил эту историю, когда меня пригласили в Киргизию несколько лет назад проповедовать Евангелие в колониях. И Киргизия это мусульманская страна. Раньше, в то время, когда я ехал туда, там в тюрьмах был закон не государственный, а воровской, преступный. То есть государство охраняло тебя только до того момента, когда ты зашел в тюрьму, когда ты зашел на территорию колонии, там уже тебя государство не может охранять. Я такого, я много был в тюрьмах в разных, даже в Америке, я имею ввиду с проповедью Евангелия, слава Господу, но я такого не видел нигде. Это вообще ужас. И знаете, интересный момент, там ну свои законы, и там есть каста людей уже даже в тюрьме, где люди, вот всегда так, мы всегда хотим найти кого-то похуже нас. В церкви мы ищем грешников похуже нас, на работе мы ищем еще кого-то похуже, мы любим сравниваем. Ну, вы нет, наверное, но я да, есть. Мы всегда так сравним, о, этот чуть хуже, ну, нормально, еще у меня не все потеряно, о, это так, ну, И вот так, это система этого мира, она всегда хочет найти кого-то, чтобы опустить его. И вот там в тюрьмах есть такая каста людей, они называются обиженные. Это люди, которые делают самые грязные работы. В тюрьме уже этих людей всех общество посадило в тюрьму, сделав их недостойными за их поступки, но этого оказалось мало тем, которые в тюрьме. Они нашли среди себя еще более недостойных и сделали их еще более недостойными, чем сами. И вот там в тюрьме это каста обиженных, они делают самые грязные работы, с ними нельзя здороваться, их никто не касается рукой, бить их можно только ногами. Значит, когда кто-то идет, и этот обиженный встречается тебе на пути, когда ты идешь, он должен присесть и смотреть на тебя снизу вверх. Это ужас. Это просто ужас. И знаете, когда это увидел, и самое страшное то, что порядок то в тюрьме содержится теми людьми, которые там сидят, и наши братья хорошо там трудятся, капелланы, и они там проповедуют Евангелие, и когда обиженный кается, он остается обиженным христианином. То есть, вы смеетесь, но это ужас. Он находится в стороне, с ним никто не приветствуется, потому что если с ним поприветствуются, все станут законтаченные по их понятию, их всех загорят на обиженник, в общем, сразу ты становишься такой же. Ну, и вот представьте себе ситуацию. Человек покаялся, принял Христа и остается обиженным. Я говорю, братья, это ужас, так быть не должно. Я не хочу менять какие-то порядки общие, но если уже человек пришел в церковь, какой он обиженный? Христос его простил. Они говорят, вот ты такой умный, а ты знаешь, что тут было? И вот в одной из тюрем, где мы тоже проповедовали, и брат наш подтвердит это, он здесь, приехал глава департамента, приехал, значит, депутат фракции, два телохранителя, они заехали на территорию колонии, о чем-то там говорили, про что-то разговаривали, у них завязалась драка с теми главами, которые там сидели, телохранители достали оружие отстреливаться, заключенные достали автоматы и перестреляли всех, убили четверых людей, депутата, главу фракции, руководителя департамента и двух телохранителей, подняли бунт, эту тюрьму брали спецназ с танками, с самолетами и всем, так же, брат Александр, когда зашли на территорию колонии в бедной Киргизии, нашли там миллион долларов, килограммы наркотиков, автоматы Калашникова, в общем, там целая армия была, представьте себе положение в тюрьмах, там, которое было, ну сейчас, я знаю, уже стало чуть лучше, все так же, не, уже лучше, чуть-чуть, и представьте себе, они говорят, ты хочешь что-то поменять здесь? Если они поубивали этих людей, что мы можем сделать? я, знаете, уже как бы не так ревностно говорил, что надо поменять, но все равно из последних сил говорил, что надо поменять. Когда Бог показывает нам что-то, что не так идет, знаете, для чего Он это делает? Не для того, чтобы мы об этом говорили, а для того, чтобы мы это сделали. И вот на одном из служений, в одной из колоний, проповедуя Евангелие, люди принимали Иисуса. Знаете, было такое хорошее слово в помазании, иногда ты слышишь, что оно в помазании, иногда нет, но тогда я слышал, люди отозвались на призыв, значит, посвятить свою жизнь Христу, и после, когда мы уже помолились, у меня есть такой обычай, такая традиция, я всегда стараюсь подойти к людям, пожать им руку, обнять их, потому что я сам подобное пережил, когда я был грешником, негодяем, когда я покаялся, и люди подходили ко мне, для меня это было настолько сильно, настолько мощно, сильнее, чем проповеди, сильнее, чем все, кто-то подошел, пожал мне руку, кто-то обнял меня, и я так себе взял, и так стараюсь, когда получается, подойти, обнять человека, и вот так с одним я поздоровался, с другим обнял, и к одному подхожу, молодому человеку, и пытаюсь его так обнять, а он сдает назад, так, знаете, и начинает присаживаться, обиженный, а я так себе думаю, я бдительность потерял, я же вижу, он сидит на краю, полный зал, а возле него никто не сидит, место свободное, и вот я смотрю, вдруг, ну обычно, как хорошо сделать, ну так, типа, ты ничего не произошло, и пошел дальше, ну так, все нормально, праведный видит беду и укрывается, а тут все вдруг затихли, и все смотрят на меня, смотрят эти мужики, которые были заключенные, блатные стоят на входе, это те, которые следят за их порядком, капелланы тоже посматривают на меня, и знаете, внутри, ну такой момент, я помню, когда я уезжал в Киргизию, моя жена помолилась за меня, благословила меня, а потом говорит, Рустам, я тебя об одном прошу, не нарывайся, а, и я так стою, вот эта вся обстановка, ну бежать некрасиво, проповедовала Боге, и сейчас возьми, подчинись этим порядкам, и я думаю, супруга моя возлюбленная, по-моему, я уже нарвался, и знаете, стоя там, я искренен с вами, я не герой, и, конечно, хорошо пострадать за Христа, хотелось бы когда-нибудь, через какое-то время, нежелательно сейчас, но, такой перспективы, чтобы меня прибили в колонии, в Киргизской тем более, как-то, ну я не рассматривал ее, в тот момент, как-то не очень хотелось, ну и, удирать тоже было стыдно, и я так стою и думаю, Господь, я не устаю, я не знаю, хватит ли мне смелости, поступить по Твоей правде, может, кто-то осудит меня, кто-то скажет, как ты мог, брат Рустам, ты должен был прыгнуть вперед, ну я не знаю, вот так, когда здесь так легко, вот говорить об этом, прыгать вперед, назад, когда туда попадаешь, как ты совсем по-другому себя чувствуешь, в какие-то обстоятельства, я, знаете, что сделал, а просто глубоко смирился пред Богом, я сказал, Господь, я знаю, я сам не устаю, у меня не хватит смелости поступить правильно, Господь, ну я прошу Тебя, я принес Богу жертву, сокрушенный дух, я принес Богу жертву, сокрушенного духа, я просто смирился пред Ним, и знаете, Бог принимает такую жертву, сошел Дух Святой, знаете, Господь дал мне смелость говорить о том, что мой Бог, Иисус, пришел в этот мир не опускать людей, а поднимать людей, Аллилуйя, Иисус пришел в этот мир, чтобы все падшее, все униженное, уничиженное поднять, Аллилуйя, и если ты уничижен, и если ты внизу, знай, Бог желает поднять тебя, только одного Он ждет от тебя, смирись, никто не виноват, ни пастырь не виноват, ни люди виноваты, ни родители виноваты, ни государство, просто смирись, и Он поднимет тебя, и знаете, когда я начал об этом говорить, это уже были другие слова, это было уже слова в помазании, и Бог дал мне смелость обнять этого парня, прижать его к себе, еще один момент, который я скажу, это для будущих проповедников, проповедников, и настоящих. Знаете, люди порой не нуждаются в наших словах, особенно сильно униженные, хотя я верю, что вера приходит от слова, от ремы, но порой это слово мы можем передать, и вообще лучше всего, что мы передаем его в жизни. И когда Иисус сошел с горы, проповедуя Евангелие, Евангелие от Матфея говорит нам, к нему собралось множество народа, он сошел с горы, и выбежал к нему человек прокаженный, пал пред ним на колени и сказал, если хочешь, можешь меня очистить. Что сделал Иисус? Это Он сказал. А что Он сделал? Он прикоснулся к нему. Он коснулся его. Скажите, пожалуйста, надо ли было Иисусу касаться его, чтобы исцелить? Абсолютно нет. Он говорил слово, и все происходило. Зачем Он его коснулся? В тот момент, когда Он коснулся этого прокаженного, Он нарушил закон. Вы это знаете? Он не имел права прикасаться к этому человеку. Он был раввином. Он становился нечистым. Для чего ты Его касаешься? Множество фарисеев раздразнились, увидев это. Разве не так? Зачем ты их дразнишь? Они и так сердитые на тебя, убить тебя хотят все время. Но Он коснулся его. Знаете почему? Для некоторых людей прикосновение порой бывает сильнее, чем даже слово. Этого прокаженного касались в последнее время только камни и палки. Есть люди, которых касались в последнее время только камни и палки. И если мы хотим приобрести их, нам не всегда нужно им рассказывать, какие они грешники. Некоторых из них просто нужно коснуться. Просто показать им, что мы любим их. Просто показать им, что мы такие же грешники, как они. Мы ничем не отличаемся. Просто Бог помиловал нас и спас. И знаете, когда я коснулся этого молодого человека, обнял его, он чуть сознание не потерял. Он разрыдался. И в тот момент я просто так благодарил Бога. Все затихли. Знаете, никто ничего не сделал. Я потихонечку пошел на выход. На выходе еще попрощался с блатными, законтачился с ними совсем на всякий случай. и вышел из той колонии. Ну, слава Богу. Можете со мной сказать слава Богу? Вообще-то это радостно. Я рад, что я оттуда вышел. Я понял. Есть секрет. Когда ты в сражении, когда ты не знаешь, что делать, когда тебе кажется, ты вот-вот упадешь, когда тебе кажется, ты не выстоишь, послушай, позволь Богу дожать тебя. Просто позволь Богу дожать тебя. Смирись еще больше. У тебя так много вопросов к Богу. У тебя так много вопросов к самому себе. У тебя так много вопросов к окружающему миру. Ты сравниваешь себя с кем-то и говоришь, мой путь несправедлив. Почему Бог со мной так, а с ним так? Да он не будет тебе объяснять. Для него так, а для тебя так. Ты проживай свою жизнь. У тебя должна быть своя вера. И порой Бог приводит нас в такое состояние, чтобы показать нам, что есть ли в нас наша вера. Мы будем молиться, мое время закончилось. Давайте поднимемся, пожалуйста, на ноги. Я хочу прочитать одно место Писания. Ты сейчас находишься в таком состоянии. Ты во время сражения. Давайте закроем наши глаза. И знаете, первое Паралипоменон, пятая глава, двадцатый стих, говорится здесь о потомках Рувима, Гада и полуплемени Монасина. Они сражались, и Писание говорит, и подана была им помощь против них, и преданы были в руки их огоряне, и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу. Аллилуйя! Все, что тебе нужно сделать, это никого не осуждать, никого не обвинять, а во время сражения воззвать к Богу, смирившись перед Ним. Тебе не нужны ответы, тебе нужна помощь во время сражения. И если у тебя уже нет сил, знай, книга Еремии говорит, когда пророк, это плач Еремии, мы находимся в молитвенном состоянии. Это книга плач Еремии, когда он говорит, воды дошли до души моей, я сказал, погиб я, третья глава, что говорит великий пророк, муж Божий, я сказал, погиб я, погибла надежда моя на Господа, нет уверенности, я не знаю, что будет. И он говорит, я призывал имя Твое из ямы глубокой, аллилуйя, ты приближался ко мне, и говорил, не бойся, ты искуплял жизнь мою, сражался за душу мою, говорит современный перевод. На Голговском кресте в Гефсиманском саду Иисус был в сражении, Он не сражался за себя, Он сражался за тебя, Он сражался за нас, и на Голговском кресте Он сказал, совершилось. Дорогой мой брат, дорогая сестра, дорогой святой, то, что ты находишься в таком состоянии, ничего страшного, то, что тебе кажется, что враг уже одолел тебя, что он начал преследовать душу твою, самое важное, что нам нужно сделать, это смириться пред Богом и воззвать к Нему. И Писание говорит, вознесет вас, Аллилуйя, Бог вступится и вознесет тебя, Он сражался за твою душу. Мы начнем сейчас молиться Господу, закрыв наши глаза, возможно, хор будет петь песню, и во время, когда мы будем молиться, если ты нуждаешься в этой особенной молитве, когда ты готов прийти сюда, к алтарю, и принести Богу жертву сокрушенного духа, я не зову тебя просто играть в религию, я не зову тебя просто выходить, выходить и выходить, но если в тебе есть потребность принести эту жертву сокрушенного духа, если ты сейчас находишься в битве и руки твои отяжелели, я хотел бы помолиться вместе с тобой, если ты во время сражения готов воззвать к Господу, просто приди к алтарю и преклони свои колени, и мы будем молиться за тебя, и помни, самое главное, что тебе нужно, это смириться пред Господом, давайте начнем молиться Богу, возможно, хор, вы вступите сейчас, и мы будем молиться, давайте ходатайствовать за тех людей, кто нуждается, кто нуждается в том, чтобы принести эту жертву пред Господом, Аллилуйя, Бог, Аллилуйя, Господь, Бог, Аллилуйя, Господь, Субтитры создавал DimaTorzok